Добрый день! Сегодня у нас в гостях гость Казанского университета, Института международных отношений и истории востоковедения, известный профессор, историк, публицист, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Юлия Зороховна-Кантор. Добрый день! Здравствуйте! Мы с вами встретились за несколько дней до того момента, когда Россия будет отмечать 100 лет со дня революции 1917 года. Прошло, казалось бы, 100 лет. А как вы думаете, мы в полной мере осознали все процессы, которые были связаны с этой революцией? Мы поняли ли все уроки, которые с этой революцией были связаны? Обо всем ли мы задумались, о чем стоило задуматься в связи с этим событием? Вы знаете, абсолютно уверена в том, что тема революции вообще не отрефлексирована. В советское время понятно, по каким причинам. В Казанском университете об этом можно говорить с большой долей уверенности. И не отрефлексирована, к сожалению, и в постсоветское время. Потому что маят не качнулся в противоположную сторону. А, в общем-то, модуль и градус обсуждения остался прежним. Может быть, даже чрезмерно односторонним. Даже по формулировкам. Мы 7 ноября отметим, подчеркну это не отпразднуем, а отметим, события октября 1917 года. А между тем, революция 1917 года как минимум имела две вершины. А не одно, она началась в феврале. И, по сути, в отличие от пропагандистских установок в сфере истории советского времени, следует твердо сказать, что эта революция имела причинно-следственную связь от первого события и дальше к тому, что многие историки считают последним. Хотя сейчас, как вы знаете, в среде историков или специалистов по исторической антропологии бытует точка зрения, что революция и 25 октября 1917 года тоже не закончилась. А последующие события были, я имею в виду гражданскую войну, были ее трагическим, катастрофическим продолжением. У вас сегодня лекция будет в зале, который сегодня называется императорским. Долгие годы он назывался в университете актовым залом. Что это? Тенденция к реставрации и возобновлению интереса к той России, которая была до 1917 года. Мы не слишком ли идеализируем эту Россию? Ну и это связано в том числе с обсуждением известного фильма. Может быть, нам стоит пересмотреть отношения к той России, которая была до 1917 года? Вы понимаете, дело не в идеализации. Хотя, безусловно, существует такая, знаете, сусально-идиллическая картинка в сознании многих наших сограждан о том, какая была замечательная Россия до 1917 года. Как фильм давний, да, тоже выпускника Казанского университета Говорухина, та Россия, которую мы потеряли. Да. Но, тем не менее, мы действительно потеряли ту Россию, в том числе и Россию Серебряного века. Мы потеряли восприятие России, ну, как социокультурного, может быть, феномена, да, после 1917 года. Но, тем не менее, если бы Россия была такой идеальной, в ней не случился бы 1917 год. Я имею в виду и февраль тоже. Потому что то, что происходило в период Первой мировой войны и предшествовавших событий. Ведь первый звоночек был дан гораздо раньше, в 905-м. И, на самом деле, хорошо известно, что, когда отмечали 300-летие дома Романовых в 13-м году, знаменитом 13-м году, было большое опасение, что начнутся бунты и акции сопротивления. Потому что вот эта пафосно-сусальная, опять же, идея о замечательности династии, монархии, о том, как хорошо все в Российской империи, все-таки входила в резкое противоречие с реальностью уже тогда, в благополучном 13-м предвоенном году. Это тоже надо знать. Но это никак не противоречит тому, что случившееся в 17-м году, и надо сказать, что события октября, безусловно, были додерминированы тем, что произошло в феврале, октябрьские я имею в виду, события опрокинули историю России, навсегда разделив ее на до и после. И насчет Казанского университета – это хороший вопрос. Ну, этот зал и назывался до 17-го года императорским, насколько я знаю. И, по-моему, это совершенно логичное возвращение. Равно как, ну, видите ли, я не большой сторонник переименований, но большой сторонник возвращения имен. Я живу в городе, который называется Петербург, и мое первое, так сказать, осознанное голосование, мне было тогда 18 лет, я голосовала за возвращение родному городу, его исторического имени, а не партийные клички, которые он носил до 91-го года. В этом смысле, мне кажется, это совершенно естественная вещь. Это не значит, что нужно забывать или там перечеркивать все, но мне кажется, что пресловутое уважение к истории, о котором сейчас так много говорят, это не равнозначное позитивистское отношение к любым фактам прошлого, в том числе к абсолютно позорным, да, или трагическим. Это знание истории во всей ее полноте, это есть уважение, а не причесывание истории под такую, знаете ли, красивую, нужную власть или кому-то там еще в высших эшелонах элите какую-то картинку. Вот в чем вопрос. Ну вот если мы снова вернемся к событиям 17-го года, вернее, тем событиям, которые предшествовали, собственно, октябрьским событиям, вот февральским, какова, на ваш взгляд, роль Николая II вообще во всем том, что происходило в России в это время и в событиях 17-го года, поскольку его фигурь сейчас вызывает очень бурные споры. Я часто вспоминаю слова Чехова, который однажды видел его в Крыму, и он сказал, хороший гвардейский офицер. Ну, вы знаете, опять же, как глава государства может и должен отвечать за то, что происходит в стране? Должен отвечать. Должен. И, безусловно, трагическая гибель Николая II и его семьи, Николая II уже отрекшегося от престола, поэтому я не называю в данном случае императором, это колоссальный урок. Это, в общем, начало кровавого пути новой власти, да, безусловно. Но это отнюдь не значит, что эта мученическая смерть является индульгенцией по отношению к событиям, которые происходили раньше. Ну, каждая фигура российского императора вызывает довольно большие споры, да, но то, что Николай II был отличным семьянином и, вероятнее всего, порядочным человеком, и при этом очень внушаемым со всех сторон, об этом говорили, писали его единомышленники, в том числе и в дореволюционное, разумеется, именно в дореволюционное время, его такой зависимости. Но ответственность велика, потому что он глава государства. История с отречением вызывает тоже много вопросов. Я убеждена, что она была не вполне добровольной. Дело не в том, что он писал это отречение карандашом, это как раз что было под рукой в вагоне, тем и подписал. Но понятно, почему он на это шел. В общем, шел как на заклание. Условия были чудовищные, поставлены, да, что он не может отрекаться в пользу цесаревича. И более того, что цесаревич будет отлучен от него и воспитываться отдельно. Понятно, что для больного гемофилии Алексея это было, ну, почти равносильно смерть. Если бы это приняло, такое решение принял бы его отец, император, да. Это, конечно, отдельная трагедия. Но то, что ситуация в России неуклонно к 1917 году шла вот к тому трагическому развитию, тут без всяких бы, да, можно сказать, что, конечно, львиная доля у тех, кто государством управлял. Или у того, потому что Россия-то была монархией все-таки, да. И, да, вопрос, кто и как внушал Николаю II, как себя следует вести, в том числе и во время войны. Ведь главная, может быть, катастрофа произошла в армии. Власть как таковая и, собственно, армейское руководство потеряли уважение у армии. Армия была, так сказать, разложена. И этому разложению, конечно, способствовали в том числе и большевики, но отнюдь не только. А объективная ситуация на фронтах. И это не могло не сказаться на дальнейшем. Вот, безусловно. Когда я читаю, как филолог, газеты и журналы начала XX века, то у меня часто возникает ощущение, что публикации того времени стоит вот просто заменить орфографию и можно печатать сейчас. То есть можно даже не заметить, дать современному читателю эти материалы, он даже не заметит, что это материалы 100-летней давности. Россия, на мой взгляд, очень многое не изжила из тех проблем, которые были в начале XX века. Вот на ваш взгляд, что не изжито или какие уроки истории начала XX века мы так и не восприняли? Ну, вы знаете, действительно, с известной долей иронии, которую вы вложили в эти слова относительно прессы предреволюционного и собственно революционного времени, да, ну, с известной поправкой, да, на 100 лет. Да, да. Но можно об этом говорить. Я тоже много читаю и журналов, и газет, именно там, начиная, скажем, с 13-го, кстати, да, и далее. Пока еще в то время была пресса разная, да, потому что сразу после 17-го года это тоже такая важная веха прихода к власти именно большевиков. После этого не стала пресса, а стала пропаганда. Это произошло достаточно быстро. Кстати, апропо упомяну, что если посмотреть декреты даже первого состава нераспоряжения у загонения первого состава Временного правительства, еще первого, до Керенского, естественно, и сопоставить их с тем, что принимала уже советская власть, то есть большевистская правительство, ну, те же первые три, кроме декретов о мире и о земле. Так вот, Временное правительство декларирует, пресса свободна. Большевики говорят, контрреволюционная пресса запрещается. Да, это тоже очень важный психологический, я бы сказала, вот такой вот штрих. Так вот, ну, коль мы о литературе, не тот октябрь теперь, октябрь теперь не тот. В стране, где свищет непогода, ревел и выл октябрь, как зверь, октябрь 17-го года. Есенин уже тогда это наблюдал, и не только он, просто он, может быть, более ярко это тогда уже сформулировал, но вот эта вот непогода, которую мы здесь везде по стране наблюдаем в разных ее точках, да, и на международной арене тоже, это тоже сказывается и на состоянии умов, и на состоянии прессы. Так вот, главный штрих, может быть, который можно применить и к нашему времени, ощущение нестабильности, декларации о стабильности и внутреннее ощущение нестабильности. И вот это, так сказать, считывается в той прессе и иногда звучит и в нашей. Вы говорили о необходимости исторической памяти, но вот я очень много общаюсь и со школьниками, и со студентами. У нас сейчас очень интересная ситуация. Эта историческая память куда-то уходит. Вернее, так. Многие из наших студентов говорят, нам неинтересна история. Лингвисты, филологи, а уж если вообще не гуманитарии, то вообще, на мой взгляд, катастрофа. И они не помнят исторических дат, не помнят потому, что... Неинтересно, не потому, что память плохая, хотя часто говорят, что и память плохая. Бывают совершенно анекдотические ситуации. Мы со школьниками говорили, например, о жеребенке Шолохова. И я у них спросила, когда происходит действие. Они говорят, не знаем. Я говорю, ну как же, белые и красные, как это вы не знаете? Не знаем. Я говорю, а какие войны были в России? Не знаем. О революции в ужасе спросила я. Ну, если вы спрашиваете, значит, были. Что делать в этой ситуации? Потому что, если нет памяти о прошлом, то, в общем, очень многое из будущего тоже ставится под сомнение. Ну, априори. Что делать вот в этой ситуации? Ну, манкурты получаются, если нет исторической памяти, да? Другой вопрос. Сейчас возникла ситуация несколько парадоксальная. Сейчас-то не сегодня, а, скажем, лет 10-15 назад. Во-первых, отношение к истории в силу ряда причин стало пренебрежительным. Потому что история стала восприниматься, знаете, как такая, ну, чтобы не быть грубой, как девушка в услужении. Это, понимаете, если в советское время истории в принципе не было, да, а была либо историческая пропаганда, ну, или то, что потом стали называть исторической политикой, да, ну, термин-то был введен гораздо позже и появился в Германии, но, тем не менее, это не значит, что не было как таковой ее на практике, да. Была одна единственная правильная точка зрения, допустим, прописанная в кратком курсе ВКПБ или каких-то еще источниках. Невозможно было работать в архивах, а все-таки для любого историка, для любого, неважно, он занимается 20-м веком, 19-м или каким угодно другим, истории России или зарубежной истории. Первый источник, увеличительное стекло истории, если угодно, это как раз исторический документ. Все остальное, пара исторические факторы, мемуары и так далее, это вторично. Первое, это все-таки документ. Другой вопрос, что далеко не всегда в документе сохраняется истина, да, его нужно анализировать. Документами надо работать. Документами надо работать, его нужно критически осмысливать в сопоставлении с другим. Это уже вопрос методологии. Так вот, но поскольку, опять же, в последние лет 10-15 с разных сторон, в том числе и сверху, звучит, а запретит, так сказать, переписывание истории, понятно, что в подсознании или в сознании, особенно в молодых, в циничном сознании, возникает, ага, опять соврали. Кому это все надо? Было, не было, все равно все было на самом деле не так. С одной стороны, сработал синдром 90-х годов, когда нам честно и прямо сказали, вывалив, знаете, такой огромный поток исторической информации, честный и правдивый, просто огромный поток, о том, как было на самом деле. Потом этот шлюз, так сказать, захлопнулся, стали говорить что-то другое, подвергать сомнению, что, может быть, было бы и неплохо, то, что было вскрыто. И возникло вот это недоверие. То есть единственное правильное, так сказать, в кавычке беру, это точки зрения нет, и слава богу, что ее нет. А дальше возникает вот этот вопрос с переписыванием истории. Для меня, например, вообще непонятна эта формулировка, что сейчас переписывание. Историю вообще переписать невозможно, и управлять ее невозможно, она, видите ли, история. Можно вскрывать новые документы, факты, события, открывать новые смыслы, ее можно дописывать. Переписать ее невозможно, потому что любое переписывание, это такая, ну, тоже вольная или невольная пропаганда. Но историческое событие может менять, если угодно, даже цвет, например, фон, у него могут меняться слои. То, что казалось плоским, оказывается очень даже объемным, благодаря открытым документам. И это прекрасно. Не убывает уважение к своей стране без уважения к истории. Вот это то, о чем мы говорили чуть раньше. И, вы знаете, бог с ними бы даты не помнили. Я сама преподаю на историческом факультете, у меня, собственно, бакалавриат и магистратура, а магистратура – это вообще уже историки и исследователи. Я настаиваю на том, чтобы, ладно, даты примерно вы посмотрите в интернете. Вы мне про событие расскажите, про само событие, как вы его ощущаете, как вы его чувствуете и что вы о нем знаете. К сожалению, да, я могу сказать, что не всегда я радуюсь тому, что мне рассказывают. Но это важный момент, но другого рецепта, кроме как учить историю, вот просто учить историю, стараться погрузиться в нее не поверхностно, а найти в ней какой-то интерес. Лицо ли, дату ли, фигуру ли, одежду ли, да? Но найти что-то, что тебя зацепит, во что-то вжиться идти. История, конечно, в отличие от литературы, наука точно, я в этом убеждена, хотя мои коллеги иногда улыбаются, когда я так говорю, да. Это все-таки наука факта и отношение к факту. Но она очень близка с литературой в том смысле, что литература рождается внутри истории. Мы литературоведы считаем, что это тоже точная наука у нас. Ну, я совершенно с этим не спорю, но просто все-таки литература – это наука об образах. А история о фактах, ну, они сопряжены абсолютно, потому что нельзя изучать историю, не зная литературу. Нельзя быть литературоведом, не погрузившись в историю того времени, которое вы изучаете. Ну, вот только так. Ну, вообще нельзя быть гуманитарем, не зная истории. Конечно. В любом случае. Ну, вот в продолжение этого же вопроса, этого же разговора. Вот мы с вами находимся в Казанском университете, который когда-то был создан для просвещения большого, огромного края. И для воспитания преподавателей гимназии, для воспитания чиновников, которые будут служить на этой территории. И постепенно, сначала он был создан, собственно, для власти. Потом постепенно профессуры, студенты осмыслили свою миссию немножко более широко, как просветительскую по отношению к народу. И наша российская интеллигенция всегда жила вот в этой, может быть, просветительской иллюзии, а может быть, в просветительской миссии. И в представлении о том, что мы можем это сделать, что мы воспитаем народ и так далее. В последнее время мы сталкиваемся с очень разными ситуациями. Мы видим, что, на мой взгляд, что целый ряд просветительских наших представлений в полной мере оказались иллюзиями. То есть народ, массовая вот такая часть, склонна к мифам, склонна к идеализации, склонна к отсутствию размышлений и так далее. Вот как вы, как историк, смотрите на эту ситуацию? Пессимистически или оптимистически? Или, может быть, вообще вне этих категорий? Я смотрю на нее реалистически. Вы знаете, это вообще нормально и естественно. Да, большинство, знаете, так, не будем говорить, мы интеллигенция, а там народ. Я не очень люблю это разделение. Ну да, очень многие просто чувствуют себя сейчас разочарованной. Но, тем не менее, интеллигенция чувствует себя разочарованной зачастую. Но, в принципе, вот эта мифологизация, склонность к упрощению, ну, это нормальная ситуация. Понимаете, люди не обязаны погружаться в разные контексты для того, чтобы анализировать сегодняшнюю ситуацию. Люди сегодня и сейчас хотят жить. Они хотят, чтобы не было войны. Они хотят, чтобы не было чередей за хлебом. Да, они не хотят, чтобы их дети уходили в неизвестно куда. И вот этот важный момент, я не случайно вот эту парадигму выстраиваю. Они хотят сильной власти. У каждого свое представление. А в условиях российской исторической традиции, особенно свое представление о том, что такое сильная власть. И в силу различных причин притуплено ощущение того, чем это чревато. Мы это прошли, начиная с 17-го и дальше. Я в этом смысле считаю, кстати, чтобы сразу оговориться. Я считаю, что Сталин действительно был продолжателем дела Ленина. Как нигде в Казанском университете об этом следует сказать. Я не считаю, что все началось со Сталином, все началось безусловно с Лениным. Он просто был правильным в большевистском понимании правоприемником. Так вот это та самая якобы сильная власть, которая способна, в общем, уничтожить, если угодно, уничтожить нацию. И вот это ощущение, дело не в мифологизации даже как таковой, хотя это тоже важно, но вот это ощущение стабильности возникает не от иллюзии сильной власти, а от той повседневности, в которую мы приходим. И дело власти сделать эту повседневность стабильной. Ну и последний тогда вопрос. Вот тогда в нашей нынешней ситуации, в чем вы видите свое назначение как историка? Глобальный вопрос, за пару минут не ответишь. Глобальный. Но и в нынешней ситуации, и в прошедшей, я думаю, что дело историка быть историком, а не пропагандистом. Знаете, опять же, недавно перечитывала такие, это не дневники, даже такие заметки, историка партии Пиантковского, хорошо известного в 20-30-е годы. Он был действительно вместе с Бубновым, был одним из первых историков ВКПБ. И он был включен в группу, которая готовила очередную, значит, в очередной раз готовила краткий курс истории ВКПБ. Потому что две предыдущие группы были уже расстреляны, он был в третьей, его тоже расстреляли. Но вот когда он находился в состоянии этого написания, он заметил там в дневниках, пишу такую-то главу, никак не могу приспособиться. Понятно, человек поставленный в условия той реальности, понятно, к чему и как он вынужден приспосабливаться. Так вот, я вспомнила об этом именно потому, что историк не должен приспосабливаться. Во-первых, это ни от чего не страхует, как тот пример, о котором я только что упомянула. И вообще, историк должен вне зависимости, именно должен, он сильный глагол, да, вне зависимости от политической конъюнктуры стараться говорить правду. Даже иногда, если эта правда расходится с его первоначальной концепцией. Спасибо, Юлия Зороховна. Я думаю, что с этим размышлением о миссии нас, историков, филологов и гуманитариев, мы на этом размышлении закончим наш разговор. Большое спасибо. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok